Получить три образца с поверхности астероида, полностью исследовать этот астероид, посадить на него спускаемый аппарат, чтобы изучить его непосредственно на месте, выстрелить в астероид — это почти невозможно. Сумасшедшая миссия. Вполне вероятно, что ингредиенты, необходимые для возникновения жизни, образовались где-то вне Земли, в Солнечной системе или в нашей галактике. Чтобы установить это, мы должны отправиться к очень примитивному телу, такому, как астероид Рюгу. Основная цель этой миссии — изучить происхождение и эволюцию Солнечной системы. Мы хотим найти ингредиенты жизни. Это город Сагамихара, место, где создан аппарат Хаябуса-2. Здесь он разрабатывался, здесь его собирали. А после запуска космического аппарата им отсюда управляют. Хаябуса-2 — это миссия по доставке на Землю образцов с астероида класса С, углеродного астероида. Он называется Рюгу. Считается, что Рюгу содержит органические вещества и гидротированные минералы, очень важные для жизни ингредиенты. Технически это возвращаемая миссия, так что мы не только прибываем к астероиду, но летим обратно на Землю с образцами. Это поездка туда-обратно. В Солнечной системе очень много астероидов класса С. Большинство из них находится далеко, за пределами орбиты Марса. Рюгу вращается между орбитами Земли и Марса. Это относительно близко в сравнении с другими астероидами класса С. Вот почему мы выбрали Рюгу. На момент прибытия аппарата к астероиду последний находится в 300 миллионах километров. То есть сигнал или команда с Земли до аппарата в одну сторону идёт 16 минут. Единственная станция в Японии, которая может связываться с Хаябуса-2 — это Усуда Deep Space Center. Хаябуса-2 будет находиться у астероида полтора года — 18 месяцев. Аппарат будет несколько раз приближаться к Рюгу и удаляться от него, чтобы измерить массу астероида. Наша цель — всесторонне изучить астероид. Хаябуса-2 выпустит ударный зонд для создания искусственного кратера на поверхности астероида. Это первая подобная попытка в истории. Хаябуса-2 обычно находится между Солнцем и астероидом. Конечно, если вы стреляете в астероид, то нужно укрыться. Это значит, что космический аппарат будет скрываться за астероидом, но там он не увидит ударный кратер. Поэтому он будет разворачивать камеру, находясь в тени, снимать астероид и фиксировать облако. Безумная затея. Затем Хаябуса-2 коснется дна кратера, чтобы собрать подповерхностный материал. В 2020 году Хаябуса-2 доставит его на Землю. Капсула с образцами приземлится в пустыне, после чего мы доставим эту капсулу в Японию — в Сагамихару. На заводе-изготовителе мы откроем капсулу и заберем доставленный материал. Я очень горжусь тем, что мне предоставлена возможность стать одной из первых, кто будет анализировать органические соединения, привезенные из астероида. Очень важно отследить местоположение маскот, потому что для нас важно знать, какой именно регион на астероиде исследован. Мы получим микроскопические образцы астероида, но их можно будет успешно исследовать в микромасштабе в земных лабораториях. Космический аппарат исследует астероид дистанционно, а маскот — непосредственно на месте. А с учетом использования трех посадочных модулей мы получаем более полную картину. Маскот расшифровывается как Mobile Asteroid Surface Scout, то есть мобильный разведчик поверхности астероида. Это небольшая коробка размером с микроволновую печь, спускаемый модуль, созданный специально для посадки в условиях низкой гравитации. После отсоединения от Hayabusa 2 такой ящик просто падает на поверхность астероида в условиях очень низкой силы тяжести. Эта маленькая коробка должна стоять прямо, то есть у нее есть верх, низ, а также передняя сторона и задняя сторона. Для этого маскот и снабдили датчиками положения. Они определяют, в какой позиции находится модуль. Бортовой компьютер оценивает это, а маскот выправляет свое положение, так что камера смотрит вперед, а спектрометр вниз. Только в таком положении инструменты маскот работают. Камера фотографирует, спектрометр измеряет. Два других инструмента – магнитометр и радиометр. Они способны измерять непрерывно. Для того, чтобы эта маленькая коробка могла перемещаться по поверхности с малой гравитацией, ее снабдили специальным рычагом. За счет его активации получается небольшой импульс. После перемещения можно возобновлять работу научных инструментов. Маскот – это очень важный элемент миссии «Хаябуса-2». Мы доставляли этот посадочный модуль на поверхность астероида с целью получить изображение с очень высоким разрешением и данные об астероиде, который до этого не изучался. Еще один существенный момент. Если такой астероид столкнется с Землей, нас ждут колоссальные разрушения. Очень важно собирать информацию об астероидах, о том, из чего они состоят, о том, как выглядит их поверхность, о том, как скорректировать траекторию их движения. Мы много знаем о формировании планет. Мы видим вокруг себя результат развития планеты. И последние 4,5 миллиарда лет можем понять очень хорошо. Но нам не хватает понимания первых 100 миллионов лет. Здесь могут помочь только астероиды. И Рюгу принадлежит к числу тех первозданных астероидов, которые очень нас интересуют. Это первая в истории миссия по исследованию астероида класса С. Если в итоге мы получим информацию о развитии Солнечной системы или сведения, связанные с развитием жизни на Земле, это будет идеальный результат миссии. Перевёл Александр Нырков. Озвучили Александр Нырков и Ольга Землякова. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях. По возможности поделитесь этим видео с друзьями. Тех, кто ещё не подписан, приглашаем подписаться на наш канал, а также на космический блог Ольги Земляковой. Ссылка на экране и в описании.